Час и 4 минуты в Москве, в студии Пётр Косенко и подводим финансовые итоги дня с Олегом Богдановым. Да, финансовый итог дня сегодня главный заключается в том, что цены на нефть бурно растут, растут почти на 4% по WTI, на 47 долларов 66 центов забрался фьючерс, рост по бренду чуть поменьше, 3,5% и 6 десятых, цена выше 50 долларов за баррель, снова вернулся фьючерс в диапазон 50-54, сейчас 50 долларов и 50 центов, и это главная тема, главная история дня, которая, в общем-то, толкает все активы, ориентированные на сырье, на верх, толкает их рубль на 1,5%, толкает и канадский доллар, толкает вверх и австралийскую валюту, которая подросла сегодня где-то на 0,3%. Данные катализатором этого толчка и рост цен на нефть послужили американские данные по запасам нефти, сначала Американский институт нефти, потом Минэнерго сообщили о том, что запасы упали на 5 миллионов баррелей, API на 5700, Минэнерго на 5200, но, в отличие от Американского института нефти, американское министерство энергетики сообщило о том, что и запасы бензина снизились на 150 тысяч баррелей. Вот это для рынка сейчас основная центральная информация, основное событие, потому что в преддверии летнего сезона именно бензин, и спрос на бензин в Соединенных Штатах двигает, как правило, котировки фьючерсов на нефть. Тем временем продолжился рост добычи на 0,2%, выросла добыча в Соединенных Штатах, теперь уже больше 9 миллионов 300 тысяч баррелей добывает в Америке. 9,314 – это, кстати, основной медвежий фактор, который толкал котировки на нефть вниз. Мы чуть позже поговорим об ОПЕК, поговорим о мае, о ключевых днях, которые в конце мая наступят для рынка нефти. Ну, а сейчас о российском рубле, который укрепился сегодня на 1,5%, 57,47 – текущий уровень. Прогнозы были самые различные. Кто-то ждал 60, кто-то говорил о коридоре в районе 57,59. Но рубль реагирует на нефть, и здесь, в общем-то, взаимосвязь в последние дни достаточно очевидна. Рассуждает региональный директор социальной сети для инвесторов итора в России Павел Салас. Сейчас то, что укрепляло рубль как таковой налоговый период и перевод налоговой выручки, оно тоже прошло. Соответственно, в этом сезоне рубль должен ослабевать по отношению к доллару. Но мы можем увидеть, что сейчас он частично укрепляется. Посталок цена на нефть сегодня после новостей о запасах США к экономии вверх. Но, скорее всего, мы увидим на заседании ОПЕК следующую ситуацию, что они стараются сократить часть добычи, чтобы цены на нефть поднялись. Мы можем увидеть определенный консенсус. То есть надо понимать, что до этого вроде бы Саудовская Аравия не очень хотела войти в коалицию. Но у них есть такая компания, как Сауди Арам, которую они хотят вывести на IPO. А для этого цены все-таки должны быть выше. Следовательно, я думаю, что они будут более уговорчивы в данной ситуации. Но надо не забывать также, что у нас предвыборный год. А следовательно, я не думаю, что мы увидим крупных и сильных колебаний. Ну и, конечно, возвращаясь теперь к нефти, ключевой вопрос для рынка нефти. Будет ли достигнуто соглашение о пролонгации сокращения добычи нефти? И если оно будет достигнуто, то в каком виде это произойдет? Обсудим данную тему. У нас на связи главный аналитик компании GlobalFX Сергей Мельников. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Вы ожидаете подписания полномасштабного соглашения с участием Российской Федерации по нефти в конце мая? Вы знаете, я думаю, что здесь такая будет сейчас политическая игра, которая на самом деле, можно сказать, что на несколько ворот будет проходить. Потому что у Саудовской Аравии сейчас, на мой взгляд, есть такая, скажем так, возможность попробовать повлиять на котировку впервые за счет нереального, конечно, конфликта. Но, во всяком случае, может быть такого, скажем, если вы слышали, у нас недавно буквально был конфликт небольшой из Саудовской Аравии и Ирана. И я думаю, что вот эту монету они могут поразыгрывать. Конфликта до прямого военного не дойдет. Но поддержать цены на сырье, в общем-то, такие распри между Ираном и Саудовской Аравией, конечно, могут. Так вы что имеете в виду? Какой конфликт? Ну, у нас буквально на днях обменялись любезностями, скажем так, саудиты и иранцы. Причем со стороны саудитов у нас, по-моему, там Нисон достаточно жестко выступал. Иран тоже достаточно жестко ответил. То есть на такое, скажем так... Ну, они, по-моему, в таком ритме живут уже не первые десятилетия. Хорошо, Сергей, давайте после паузы продолжим. В ближайшие 20 минут россиянам могут разрешить защищать свой дом от преступников любыми способами. К чему приведет такое изменение закона? Об этом через 10 минут. А прямо сейчас продолжаем подводить финансовые итоги дня с Олегом Богдановым. Ну, я напомню, что мы говорим о рынке нефти. Цена в последние дни, она вот последние две недели потеряла достаточно прилично. Ну, больше 10% было снижение. Вышли даже ниже 50 долларов за баррель. И буквально вот за один день восстановление рост почти на 4%. Это 50 долларов, 53 цента. У нас на связи главный аналитик компании GlobalFX Сергей Мельников. Сергей, ну вот давайте расставим по местам все, так сказать, слагаемые данного действия, которое должно состояться к концу мая. Позиция Саудовской Аравии. Ну, вы говорите, она достаточно сейчас уязвима, потому что им нужно размещаться, размещать акции Арамка. У них конфликт с Ираном такой, затянувшийся уже долгое время. Именно сейчас немножко обострившийся. У них... Какие еще минусы их позиций? У них самый главный еще минус, на который можно обратить внимание, это то, что, в общем-то, Саудиты больше всех, наверное, пострадали с точки зрения добычи после вот этого сокращения. Но это их инициатива. Они, по-моему, сегодня были даны, меньше 10 миллионов баррелей уже добывают. Да, 10. Да. А Россия больше 11, если я не ошибаюсь на данный момент. А Америка уже больше 9. 9-3, да. 9-3, да. Поэтому, в общем-то, если сейчас так рияно, скажем так, кричать о том, что будет новое соглашение, котировки, конечно, пойдут наверх. Но надо, что это палка двух контактов. В общем-то, рост цен позволит слонцевикам платить еще больше. Хорошо, подождите. А вот Саудовская Арая заинтересована в пролонгации соглашения? Очень сложная ситуация. С одной стороны, конечно, заинтересована то, что экономически у них не самая лучшая ситуация. Уже несколько лет. И, конечно же, котировки, если бы они были бы повыше, было бы хорошо для саудитов. Но, с другой стороны, мы знаем, что спрос не оправдывает ожиданий. Очень, скажем так, это мягко, причем сказано, сырье. И если слонцевики, в общем-то, будут еще больше в Америке добывать, это получится палка двух контактов. Здесь вряд ли мы увидим рост к 100. Хорошо. Давайте как раз позицию иранскую. Иран вроде бы вышли на искомые почти 4 миллиона баррелей, чуть больше 3-900. Они заинтересованы, потому что они сейчас же были исключены из общего пакета. Они, как говорят в ОПЕК, присоединятся к общему пакету. Это же будет, так сказать, другая немного история, если Иран, Ливия и Нигерия присоединятся. Да, это будет, на самом деле, на мой взгляд, такая фантастическая история, если это случится. Потому что то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, на мой взгляд, не дает нам таких надежностей. Теперь, Сергей, российская позиция. У нас она не ярко выражена. Вроде бы склонны, вроде бы хотим, вроде бы рассматриваем. Но окончательного четкого заявления о том, что Россия подпишет соглашение, нет, чего мы ждем, чего опасаемся. Как вы думаете? Я думаю, что сейчас их расчет с нашей стороны. Действительно, Новак, господин Новак говорил о том, что вроде как не против Россия присоединиться к соглашению, если такое будет зарождаться. Но, в общем-то, уверенности, конечно, не было в голосе. Могут присоединиться, могут нет. Для нас сейчас, на мой взгляд, говорится правильно с саудитами. Если вот Россия и Саудовская Аравия найдут общий язык, можно будет как-то это сделать таким образом, чтобы исландцевики сильно не раскочегарились, да, то есть поддерживать котировки на уровне... Сергей, вы куда-то пропадаете. Извините, пожалуйста, вот куда-то пропадаете. Может, местоположение измените? Измените, да, нормально, давайте попробуем. Как вы думаете, ну, здесь прямые переговоры президента нашего с принцами, один там или два принца, решают вопросы. И, по-моему, там снимаются все проблемы, если такие переговоры состоятся. Хорошо, вот в этой диспозиции, если говорить, рассуждать о ценах на нефть, ну, допустим, подписывают соглашение в том виде, в котором было. При том, что американцы наращивают добычу, при том, что в Китае абсолютно непонятная ситуация со спросом, да, вот разные совершенно оценки. Вот в этой ситуации куда нефть уходит? В этой ситуации, я думаю, что мы будем стоять на уровне 50 долларов за баррель. Так и будет, да? Да, да, на 100 мы точно не пойдем с текущим спросом. Понятно, что если соглашение проваливается, цена резко уходит куда-то на уровень себестоимости, да, сланцевых компаний. Я думаю, что да, 40 и ниже, в плане, как сейчас оценивается, в районе 30. Ну, кто-то 40, говоря, вот средняя по индустрии, по больнице, сланцевые, 40 долларов. Ну, средняя 40, да, но есть месторождения, вы же понимаете, где проще достать. Опять же, глубина разная. И есть по 30 тоже, вот я слышал экспертное мнение, именно сланцевиков непосредственно американских, которые... Ну, 30 тогда они буровые будут не открывать, а наоборот, закрывать. А 40 они, наверное, будут на уровне держать. Да, конечно, да, это то, что мы видели, кстати говоря, они же зараживаются. То есть мы будем по этому кругу бегать. Так, это вариант падения. А вариант, допустим, резкого скачка, это какой цен на нефть? Сокращение, пролонгация на следующий год, все присоединяются к ОПЕК. Какой вариант? Смотрите, если, как бы, вариант, что может привести к сильному росту цены на сырье, я думаю, что, во-первых, Китай должен воспрять и, скажем так, наращивать свои мощности производственные и потребление энергии. Ну, до конца моя Китай точно не воспрянет. А вот я имею в виду вариант такой, краткосрочный, в ближайшее время. Какое соглашение ОПЕК должен подписать, чтобы цена улетела вверх? Да я думаю, что, на самом деле, такое же, в общем-то, соглашение пролонгировать его еще на полгода вперед. На мой взгляд, три месяца, полгода пролонгировать. И сколько, вот, последний вопрос, апсайд какой по нефти тогда в этом случае? 5-10 процентов? Думаю, что в районе 10. 10. Ну, то есть вернуться опять в коридор 54-58. Спасибо большое. У нас на связи был главный аналитик компании GlobalFX Сергей Мильников. Рассуждали мы о тенденциях на рынке нефти. Для нефти май ключевой месяц. Основные события будут происходить в конце текущего месяца. И будет решаться вопрос об уровне добычи ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в частности, Российской Федерации.